This conference will now be recorded. 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 over to the end of the pandemic. In this conference will now be recorded. стимулирование добросовестности. То есть, так сказать, наши контрольные ведомства обязаны стимулировать работы дателей, чтобы они поменьше нарушали. Конкретный перечень этих мер будет зависеть от вида контроля. И перечень этих мер будет утвержден соответствующим постановлением правительства о данном виде контроля. На сегодняшний момент у нас пока действует постановление правительства 875. Это положение о государственном контроле в сфере соблюдения требований трудового законодательства, в том числе охраны труда. Но до конца года у нас будет новое положение в соответствующем виде контроля. Ну и, видимо, там эти меры стимулирования добросовестности будут предусмотрены. Также контрольное ведомство может объявить предостережение. То есть, если вдруг у контрольного ведомства появятся сведения, например, о предполагаемых нарушениях, то есть какая-то информация о возможных нарушениях, которые, может быть, еще даже не произошли. Вот в этом случае контрольное ведомство имеет право объявить работодателю предостережение. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований трудового законодательства и требований по охране труда. Ну и работодатель в связи с этим предостережением, которое он получил, должен будет произвести соответствующие изменения. В случае принятия такого решения, если вдруг контрольный орган принимает такое решение и объявляет предостережение, в этом случае работодатель может пройти самообследование. Самообследование с использованием сети интернет, то есть соблюдает он эти требования или нет. Я напомню, сейчас у нас есть сайт онлайн-инспекция, там у нас размещены проверочные листы, по которым любой работодатель может провести такое самообследование. Там есть и приемы, переводы, увольнения, то есть у нас достаточно большой перечень проверочных листов, по которым можно пройти вот эту вот самопроверку. Также у нас еще есть консультирование как вид профилактического мероприятия. Консультирование может осуществляться должностным лицом как непосредственно при личном приеме, так и посредством видеосвязи. Порядок консультирования и перечень вопросов также будет определен в соответствующем положении о виде контроля, которое должно у нас быть принято до конца этого года. То есть пока у нас действует старое положение контроля, поэтому сейчас пока эти мероприятия осуществляются без утверждения их, так скажем, перечня и порядка. Самообследование. Ну и здесь основные положения относительно того, что объект контроля, то есть работодатель, может самостоятельно пройти такое самообследование в автоматизированном режиме одним из указанных на сайте контрольного ведомства способов. То есть там эти способы будут указаны, и работодатели смогут пройти такое самообследование. Если в результате самообследования объект контроля работодатель получает высокую оценку, то такая организация вправе принять декларацию, декларацию соблюдения обязательных требований и направить эту декларацию в соответствующий контрольный орган. И в данном случае работодатель также имеет право разместить эту декларацию на своем официальном сайте. Срок такой декларации может быть от одного года до трех, и также будет вот этот конкретный срок применительно к работодателям, применительно к соблюдению трудового законодательства. Этот срок будет определен в соответствующем положении, которое будет принято до конца года. Также у нас появятся и некие методические рекомендации по тому, каким образом работодатели должны эту самую проверку проходить. Ну и вот очень важный момент, это так называемый профилактический визит. Инспектор может проводить профилактический визит в форме беседы, по месту нахождения работодателя, то есть по месту, где организация осуществляет непосредственную деятельность, то есть либо лично, непосредственно явившись к работодателю, либо посредством видеоконференции. И в ходе профилактического визита работодатель будет информироваться об обязательных требованиях, которые к нему предъявляются. Ну и также получать информацию о критериях риска. Ну и также сможет получить некие рекомендации, каким образом эти факторы риска, это вот для вредных опасных производств, можно минимизировать. И вот в ходе этого профилактического визита также можно осуществлять и консультирование. Что касается профилактического визита, если контрольное ведомство такое решение принимает, то необходимо уведомить работодателям, предусмотрен даже срок, это 5 рабочих дней до момента его проведения. При этом, как сказано в законе, контролируемое лицо, то есть работодатель, вправе отказаться от этого профилактического визита. Для этого необходимо за 3 рабочих дня до даты его проведения направить соответствующий орган, соответствующее заявление. Порядок и сроки такого профилактического визита также будут утверждены до конца этого года. В ходе профилактического визита это не проверка, то есть если принято решение провести профилактический визит либо лично, либо онлайн, то в данном случае это только рекомендация. То есть в ходе профилактического визита контрольное ведомство не вправе выдавать каких-либо предписаний, ну не говоря уже о каких-либо штрафах. То есть это некие разъяснения. Вот эти вот разъяснения в ходе профилактического визита они будут носить, сейчас уже это есть практика инспекционная, будут носить рекомендательный характер. Но если в ходе профилактического визита выявили какую-либо угрозу, то есть как явную, так и некую скрытую, то в этом случае инспектор может принять решение о проведении уже непосредственно контрольных мероприятий, в ходе которых уже будут выданы соответствующие предписания. Еще в новом 248 федеральном законе также появилась 54 статья. Это признание результатов независимой оценки. То есть у нас будут некие независимые организации, которые могут, видимо, аккредитованные Росклубу, которые смогут проводить такую независимую оценку. Кроме того, если раньше у нас, вот какие еще изменения, если раньше у нас была документарная проверка, выездная проверка, то сейчас есть еще, например, помимо профилактического визита как контрольное мероприятие, у нас есть еще и инспекционный визит. Так вот, какие новшества у нас с этого года? Ну вот уже с 1 января проверки могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, то есть с использованием видеосвязи. То есть такие проверки уже проводятся с 1 января. Что касается профилактического визита, так как ГИД может принять решение и заменить проверку, непосредственно проведение проверки, может заменить инспекционным визитом. Вот в чем его особенность? Вот что касается инспекционного визита, во-первых, это короче, то есть он, так скажем, не может длиться более одного дня. Также инспекционный визит может быть как лично, да, это может быть такая мини-проверка, вы я знаю, так может быть и с использованием видеоконференции. При этом, если лично, да, проводит инспектор такой визит, то это может быть какие контрольные действия, такие как осмотр, он имеет право опрашивать инспектор, получать письменные объяснения, объяснения, требовать документы. Особенность еще этого инспекционного визита может заключаться в том, но это сказано в законе, что он может проводиться без какого-либо предварительного уведомления. Если профилактический визит, работодатель получает уведомления за 5 рабочих дней, то в случае проведения инспекционного визита таких уведомлений не будет. Еще у нас какие изменения? Это проверки у нас стали короче. Вот до 30 июня 2021 года продолжительность проверки это не более 20 дней, то сейчас с 30 июня проверка это не более 10 дней. И то решение может быть принято о замене этой проверки на инспекционный визит. Также у нас в 2021 году действует моратория на проведение проверок в отношении предприятий и субъектов малого предпринимательства за исключением предприятий, которые относятся к высокой категории риска. Как правило, это все, что связано с оказанием услуг населению, то есть предприятия, которые могут быть отнесены к высокой категории риска. А в остальном же, если это предприятия малого бизнеса, то такие проверки в 2021 году плановые не проводятся. То есть у нас действует такой мораторий. Также у нас есть постановление, которое регламентирует порядок проведения проверок в 2021 году работы дателей. Это постановление правительства номер 1969. Что касается, ну вот так скажем, подвести некие то, что у нас все проверки зафиксируют онлайн, то есть сейчас их можно проводить дистанционно. Кроме того, у нас будет единый перечень. Вот этот единый перечень или единый реестр всех видов государственного контроля, он должен быть сформирован к 1 января 2022 года. То есть пока его еще нет, но такой единый реестр всех проверок планируется создать. Также, если ранее контрольное ведомство оценивалось по числу проведенных проверок, по числу выявленных нарушений и по количеству выписанных штрафов, то в соответствии с новой реформой это делать запрещено. Именно поэтому сейчас в приоритете не выявление нарушений, а предотвращение данных нарушений. Поэтому сейчас особая роль, так скажем, отводится именно профилактическим мероприятиям. Также у нас статья 56 дополнительные виды и формы контроля введены. Помимо тех, что существовали ранее, напомню, это у нас 294-й федеральный закон о проведении проверок юридических лиц и предпринимателей. Также обращаю внимание, что этот 294-й федеральный закон пока не отменен и действует наряду вместе с 248-м федеральным законом. Ну и также в соответствии с новой реформой ключевая цель минимизировать количество проверок, то есть свести их к минимуму, ну и в большинстве случаев стараться заменить эти проверки именно инспекционным визитом. Ну вот, так скажем, что больше всего настораживает работодателей, это так называемый мониторинг. Мониторинг вместо проверок, то есть контрольное ведомство сейчас активно анализирует информацию, которая имеется в доступе. Кроме того, у нас существует порядок межведомственного взаимодействия, то есть о случаях нарушения трудового законодательства информация в Роструб может поступить от любого контрольного ведомства. Это может быть и Роскомнадзор, и налоговая, то есть абсолютно любое ведомство. Поэтому вот мониторить ту информацию, которая публикуется, размещается, те отчеты, которые подаются, да, вот это будет некая единая система, которую любое контрольное ведомство может использовать. Ну и таким образом определять, есть ли риски, нужно ли проводить проверку, были минуты. Ну и у нас есть отдельный курс, который посвящен инспекционным проверкам, это кадровая работа в современной организации уровень 4. Вот, поэтому, если, так скажем, интересно, курс коротенький, всего 8 часов, поэтому тоже приглашаю вас, как раз будем разбирать новую инспекционную практику в связи с новым законом. На что обратить внимание? Вот есть очень полезный информационный ресурс, есть он в консультанте, называется перечень типовых нарушений обязательных требований с их классификацией по степени риска. И вот, собственно, в этом перечне как раз есть собраны, скажем так, собраны типовые нарушения статьи Трудового кодекса и категория, так скажем, риска с точки зрения последствий. Вот здесь у меня буквально это из консультанта, есть вот прием на работу, есть изменение Трудового договора и вот открываем первую ссылочку прием на работу заключения Трудового договора. Наиболее высокие риски с какими нарушениями связаны? Уклонение от оформления Трудового договора либо заключение договора ГПХ вместо Трудового договора. В данном случае риск 10 баллов. Ну, например, нарушение правил ведения Трудовых книжек риск низкий, ну, потому что последствия, так скажем, для работника минимальные. То есть, соответственно, чем, так скажем, выше риск нарушения, тем больше вероятность получить штраф. Ну, и так, например, если уклонение от оформления Трудового договора либо ненадлежащее его оформление, то в данном случае штраф предусмотрен по статье 5.27 до 100 тысяч рублей. То же самое касается ненадлежащего оформления Трудового договора. Вот здесь средний риск это 6 баллов. Это если работодатель не включает какие-либо обязательные условия в Трудовой договор. Но подчеркну это за исключением условия оплаты труда, потому что условия оплаты труда в этом перечне отдельно это высокая зона риска. Вот, высокая зона риска, ну, потому что если не платить, да, то для работника достаточно тяжелые последствия. Здесь вот уровень риска в зависимости от тяжести последствий для работника. Поэтому тоже посмотрите, может быть интересно. Также, что у нас еще, да, у нас новая реформа, точнее новая форма, простите, новая форма СЗВПД действует с 1 июля 2021 года и утверждена постановлением правления пенсионного фонда номер 769. В новой форме в новой форме предусмотрены два новых раздела. Это сведения о правоприемнике, в случае реорганизации только указываются. И также для работников, которые трудятся в районах Крайнего Севера либо приравненных к ним территориях, добавили два кода. То есть это работа в районах Крайнего Севера, если это северяне, и также работа в местностях, которые приравнены к районам Крайнего Севера. Также еще одно третье изменение это код ОКЗ. То есть у нас предусмотрен порядок заполнения, новый порядок заполнения графы код выполняемой функции. А в старой форме это был шифр, 7 цифр у нас было, в новой форме это 5. То есть если в старой форме 7 цифр мы брали из профессиональных стандартов, то есть код трудовой функции указывался при его наличии, если работодатель использовал профстандарты, то есть указывали мы этот код из профстандарта только если применяли эти профстандарты с 1 января этого года, кстати. А вот с 1 июля нужно указывать уже код не из профстандарта, а нужно указывать код из справочника ОКЗ. А там он вместо семизначного теперь нужно вписывать пятизначный код и этот код с 1 июля 2021 года обязательно указывать всеми работодателями в случае подачи отчетов в пенсионный фонд. Код ОКЗ что это собственно это общероссийский классификатор занятий и содержит так скажем перечень этих занятий и описание этих занятий. По сути описание сфер деятельности. первые четыре знака то есть там кодировка то есть первые четыре знака вот эти четыре цифры мы можем увидеть в консультанте кстати есть ОКЗ вот этот 010 10 14 первая цифра этого кода это основная группа далее идет подгруппа потом идет малая группа начальная группа и пятый знак это контрольное число контрольное число это заданная величина которая собственно в этом справочнике и есть подробно мы этот вопрос рассматриваем на нашем уровне кадровая работа в современной организации которая у нас как раз стартует 24 июля то есть мы там подробно разбираем как заполнить эту форму итак какие основные группы существуют в этой кодировке это руководители то есть их 10 основных групп то есть это первая циферка единичка руководителя далее специалисты высшего среднего уровня отдельно идут служащие отдельно идут работники сферы обслуживания квалифицированные работники шестая седьмая группа также есть еще неквалифицированные рабочие отдельно выделяются военные служащие в этом справочнике есть четыре уровня квалификации ну и вот четвертый уровень квалификации он как раз соответствует высшему образованию пример ну вот у нас есть управляющие трудовыми ресурсами так что вопрос такой часто очень возникает надо ли менять наименование должности как нам найти эту должность дело в том что в этом справочнике должностей нет там есть род деятельности потому что это справочное занятие мы просто смотрим какой вид занятий нам ближе ну вот если мы берем управляющие трудовыми ресурсами единички говорят о том что это основная группа руководителей далее идет описание чем занимаются эти управляющие что они планируют направляют координируют работу с персоналом то есть описание идет в том числе охрана труда и безопасность тоже здесь присутствует и примеры опять же не должности а примеры занятий что это директор по персоналу руководитель по производственным отношениям совершенно очевидно что у нас нет такой должности или например управляющий по кадрам по сути что здесь имеется ввиду начальник отдела кадров те кто уже с 1 января перешел на профстандарты то есть стали указывать код трудовой функции из профстандарта им проще потому что мы можем открыть профстандарт и в профстандарте там есть эти коды указы то есть там есть код трудовой функции профстандарта и рядышком есть код из указы единственное что хочу отметить что те профстандарты которые были утверждены давно то там использовался старый указы 93 года ну вот в принципе также в консультанте вы можете это найти как соотносятся коды указы из старого справочника как они соотносятся с новым указы 2014 года ну вот здесь вот пример опять же по управлению персоналом если ранее это было специалисты по кадрам и профориентации указы то сейчас у нас есть например 24-23 это специалисты в области подбора и использования персонала и есть специалисты в области подготовки и развития персонала 24-21 то есть два да первая цифра что это специалисты чем можно воспользоваться ну во первых указы есть в консультанте есть очень удобный сервис допустим это кадровое дело там они уже все это сделали и в новую форму даже при заполнении новой формы можно указывать эти коды в автоматическом режиме а также еще есть справочник на сайте Роструда справочник профессии на сайте Роструда там прям по каждой профессии у нас есть указания на профстандарт при его наличии и также есть указания на справочник ну и вот новость которая была размещена на сайте пенсионного фонда вот так как работодатели не смогли 1 июля подать отчет по новой форме они пытались это сделать но практически весь день и пенсионный фонд не принимал эту новую форму и буквально вот я специально сделала вот специально да взяла прям сайта пенсионного фонда чтобы вы обратили внимание когда была опубликована данная информация а там была опубликована в 17.45 что переход срок перехода работодателей на обновленный формат отчетности по электронным трудовым книжкам продлен на месяц до 1 августа то есть без какого-либо нормативного документа подчеркну что новая форма у нас утверждена постановлением правления пенсионного фонда 769 и собственно эти сроки установлены там и без какой-либо нормативки вот пенсионный фонд таким образом меняет срок сдачи нового отчета ну и связывает это со сложной обстановкой в условиях которой да многие работники были переведены на дистанционный режим ну в общем короче опять инноваты работодатели что не своевременно подготовили эти отчеты хотя ну собственно я не знаю таких работодателей все подготовились и новую форму все точнее все форму СЗВТД обновили но вот отчет у них не был принят поэтому теперь вот эта форма у нас была действовать с 1 августа ну если опять же пенсионный фонд нам в один день что-нибудь не изменит что касается персональных данных были внесены изменения в персональные данные коллеги выключайте микрофончик мы вас слышим уважаемые слушатели отключайте микрофончик пожалуйста мы запись ведем прошу прощения но вот такое у нас тоже иногда бывает так вот у нас вступили поправки в 152 федеральный закон который действует у нас с первого чего а уважаемые слушатели вы меня слышите я не вижу у кого микрофон включен у меня наверное вот а света бурянова а что нужно сделать нужно выключить микрофон нажать на него у нас 5 человек микрофоны включены ну вот выключите их пожалуйста спасибо так вот у нас новые требования к работе с персональными данными с 1 марта 2021 года у нас вышел новый федеральный закон 519 ну и по сути какие изменения у нас добавились у нас появилась новая определение то есть если раньше у нас было определение персональные данные работника что это информация прямо или посвенно относящаяся к субъекту персональных данных теперь у нас еще добавилось определение это пункт 1.1 в статье 3 152 федерального закона это персональные данные разрешенные субъектом для распространения что это именно те персональные данные которым сам субъект персональных данных предоставил То есть под путем дачи соответствующего согласия. То есть, иными словами, у нас, по сути, вот эта формулировка общедоступной персональной данной была упразднена. И теперь использовать персональные данные, даже если субъект персональных данных сам их сделал доступными, и мы хотим распространять эти персональные данные, нам можно получить отдельное согласие от этого субъекта персональных данных. Именно такой порядок у нас сейчас предусмотрен в 152-м федеральном законе. То есть распространение, что это? Это предоставление доступа к персональным данным, неограниченному кругу лица. Ну, по сути, это та информация, которая размещается у сотрудников в открытом доступе, например, на сайте. То есть, если компания публикует информацию о своих сотрудниках на сайте, то теперь для этой цели нужно получать отдельное согласие у работника. Также у нас добавили пункт 9 в статью 9. Статья 9 152 федерального закона – это требование к содержанию формы согласия на обработку персональных данных. И там добавили пункт 9, в котором сказано, что требования к содержанию согласия устанавливаются полномоченным органам по защите прав субъекта персональных данных. Ну и далее у нас выходит приказ Роскомнадзора номер 18, который называется «Об утверждение требований к содержанию согласия на обработку персональных данных, разрешенных субъектом персональных данных для распространения». Правда, этот приказ у нас вступает в силу только с 1 сентября 2021 года, но, в принципе, мы уже сейчас можем этим приказом руководствоваться. То есть, если мы собираемся размещать, так скажем, распространять информацию о наших сотрудниках, теперь нужно взять отдельную форму согласия. И вот требования к этой форме согласия как раз отражены в этом приказе Роскомнадзора. При этом согласие нужно оформлять отдельно. У нас в 152-м федеральном законе появилась новая статья 10.1, которая как раз и посвящена таким персональным данным. И вот в этой статье 10.1 как раз определены особенности персональных данных для распространения. И содержится в этой статье 10.1 требование, что нужно оформлять отдельную форму согласия. Таким образом, оператор, то есть работодатель, должен предоставить субъекту персональных данных перечень персональных данных, которые, собственно, этот работодатель планирует распространять. Ну, например, размещать на сайте. То есть в этой форме согласия должна содержаться цель, с какой целью распространяются данные персональные, в каких источниках. И субъект персональных данных должен поставить свою отметку о том, что он на распространение этих персональных данных согласен. Какие еще изменения? Это вот у нас, эта новая форма действует с 1 марта 2021 года, а с 27 марта у нас новая статья, обновленная статья 13.11 Кодекса об административных правонарушениях. Она у нас, да, с 27 марта. И там штрафы на сегодняшний момент увеличены, увеличены, ну, по сути, в два раза. Так, например, обработка персональных данных в случаях, не предусмотренных законодательством, это до 100 тысяч рублей. Если речь идет о повторном нарушении, то в данном случае это даже не в два раза, да. При повторном нарушении это может быть до 300 тысяч. Максимально сейчас там до 500 тысяч, но есть и миллионные штрафы, но это уже не по вопросу сотрудников, это не с персональными данными работников связано. То есть по нашей части, по части работодателей, то есть сейчас это очень высокие штрафы, максимально это до 500 тысяч. Теперь, что касается новых требований, которые у нас будут с 1 сентября 2021 года, в связи с приказом Минтруда номер 320Н, то есть нам упростили, скажем так, немножко работу с трудовыми книжками, да, что у нас сейчас тут предусмотрено. Минтруд утвердил новую форму трудовой книжки. Так как у нас еще остаются сотрудники с трудовыми книжками, сейчас у нас есть новая форма. То есть напомню, что предыдущая форма трудовых книжек применяется у нас с 2004 года и была утверждена постановлением правительства номер 225, но которая, собственно, по сей день у нас действует. В этом приказе у нас новая форма с 1 сентября. Ну, по сути, она ничем не отличается от предыдущей, разве что количеством страниц, сведения о работе. То есть в новой форме увеличили количество страниц, по-моему, 14-ти. И сведения о награждении, там их 7. Напомню, что в предыдущей версии было одинаково. И сведения о работе, и сведения о награждении. Какие, собственно, изменения? На титульном листе предусмотрена отметка о том, что печать ставить нужно при ее наличии. То есть в новой форме прямо так и отмечено. Потому что печать у нас имеют не все работодатели. Также допустимо заполнять трудовые книжки вручную, либо при помощи различных штампов, печати, оттисков печати. То есть, ну вот ранее у нас требовало, точнее ранее нужно было только заполнять вручную. То есть каких-либо иных способов предусмотрено не было. Вот сейчас у нас добавили, что можно использовать оттиски, различные штампы. Добавили сведения о совместителях, как вносить. То есть можно вносить сведения о работе по совместительству как в аналогическом порядке, так и блоками. То есть это допустимо. А еще у нас, например, в этих требованиях появилась информация о том, как вносить запись в трудовую книжку, если временный перевод становится постоянным. Ну вот в предыдущей инструкции по заполнению трудовых книжек этого нет. Кстати, этот приказ 320Н полностью заменит инструкцию номер 69. То есть которая уже с 1 сентября у нас не будет действовать. Какие еще изменения? По поводу, как вносить запись, если работник переводится к другому работодателю, что необходимо будет указывать на именование этой организации, куда он переводится. Ну и также по поводу формы регистрационной. Работодатели обязаны регистрировать трудовые книжки и вкладыши. То есть у нас есть книга учета движения трудовых книжек и вкладышей. И в этой книге учета, то есть как у нас, она была утверждена. Утверждена эта книга как раз инструкцией номер 69. Кроме того, были требования, что она должна быть скреплена, прошита, пронумерована, скреплена с удочной печати. Вот этого сейчас нет. То есть в новых требованиях, в этом приказе сказано, что работодатель может использовать любую форму. То есть можно самостоятельно разработать эту форму. То есть по крайней мере таких жестких требований, как было ранее, к этой форме нет. Ну иными словами, мы можем продолжить вести ту книгу, которую и ввели до этого. Что еще? Дело в том, что сейчас вот вернуть трудовую книжку были спорные случаи. То есть никто, собственно, не знал, как правильно сделать. Если работник отказывается от бумажной трудовой книжки, какой срок работодатель должен ему вернуть эту бумажную книжку. То есть если работник выбирает электронную трудовую книжку, работодатель делает соответствующую запись его бумажной трудовой книжки о том, что сотрудник выбрал электронную и должен ему вернуть эту бумажную трудовую книжку. Но нигде не было сказано, в какой срок. И Роструд несколько раз сменял информацию. То он нам говорил, что надо в день подачи заявления, то в течение трех дней. В общем, было непонятно. И вот сейчас в этих новых требованиях сказано, что если работник отказывается от электронной трудовой книжки, работодатель должен ему вернуть эту бумажную. Точнее, если работник отказывается от бумажной трудовой книжки, выбирает электронную, то бумажную трудовую книжку работодатель должен ему отдать не позже трех рабочих дней. С момента, как работник подал соответствующее заявление. То есть сейчас эти сроки регламентированы. Обзор ключевых изменений в кадровой работе. 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 Новые требования к работодателям города Москвы. То есть что у нас, так сказать, новенького именно из регионального законодательства по городу Москве, которое действует. У нас есть на сегодняшний момент постановление главного санитарного врача по городу Москве, называется «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан». Это постановление принято 15 июня. И в этом постановлении главного санитарного врача предусмотрено обязательное проведение прививок от COVID. Даже перечисленные сферы деятельности и сроки до 15 июля – это первым компонентом, до 15 августа – вторым компонентом. Ну и перечень сфер деятельности – это все, что связано с работой с людьми. Это магазины, парикмахерские, фитнес-центры, кинотеатры, досуговые мероприятия, различные рестораны. В общем, там достаточно широкий перечень сфер деятельности. И далее, буквально 16 июня, выходит указ мэра. Указ мэра, где мэр обязывает работодателей, там в этом указе есть пункт 14, для подтверждения выполнения требований постановления главного санитарного врача, организациям, юридическим лицам и предпринимателям, в период с 1 июля по 15 июля нужно в электронном виде предоставить на официальный сайт мэра определенную форму отчета. Эта форма отчета есть в приложении к этому указу мэра. То есть здесь обезличена информация работников, то есть указывается СНИЛ с поля СОМС. Для иностранных граждан это патенты, для граждан России, соответственно, это паспорт и номер мобильного телефона. То есть здесь указывается в этом отчете только информация о привитых сотрудниках. Ну и как сказано в указе мэра, это должно быть не менее 60% от общего числа работников. То есть 40% остается на тех, кто имеет противопоказания, кто там беременный, например, кто не может сделать эту прививку. А вот 60% это именно те, кого необходимо привить. И еще один документ, это тоже указь мэра по Москве от 25 июня, что до 25, до 28 июня возобновляется обязанность работодателей перевести сотрудников и не только сотрудников, тех, кто выполняет работу по договору ГПФ, на дистанционный режим и перевести на до не менее 30% от общего числа работников. Как считаются эти 30%? То есть мы берем численность работающих, вычитаем оттуда тех, кто привился, ну либо однокомпонентной вакциной, либо двумя компонентами вакцины. То есть мы из общего числа сотрудников вычитаем, тех, у кого есть уже прививка. И далее от того числа, которое у нас остается, 30% нужно перевести на удаленку. Ну и также это касается граждан, которые старше 65 лет. Ну и те, кто имеет хронические заболевания, перечень, кстати, определен Департаментом здравоохранения города Москвы. Ну и также в этом указе сказано, на кого это требование не распространяется. То есть только на тех работников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным. То есть кого нельзя перевести. Иными словами, в соответствии с данным указом мэра, нужно издать приказ по предприятию, ну определить, кто нам очень нужен, и кто не переводится. Ну и далее определить, кто у нас переводится. Ну, собственно, это, так скажем, основные такие моменты по состоянию на 1 июля. Также вот хочу вас пригласить на наш курс, который стартует в конце августа. Это кадровая работа в современной организации уровень 1. 1, поэтому если вы у нас еще не учились и только планируете, то ждем вас на наших занятиях. То есть первый уровень. Ну а для тех, кто продолжает, я приглашаю на второй уровень, это 24 июля. Что мы разбираем на первом уровне? Ну, по сути, у нас называется процедура оформления трудовых отношений. Это от приема на работу и заканчивая увольнением работников. Поэтому вот и персональные данные мы здесь рассматриваем тоже, и все виды отпусков, и перевод сотрудников. То есть у нас такой самый большой курс, он у нас рассчитан на 32 часа. То есть последующие курсы, они менее коротенькие. Там, допустим, второй, третий уровень, это 16 часов. А четвертый уровень, это кадровая работа. В современной организации проверки ГИД, там всего 8 часов. Ну и также у нас еще есть практику. Это пятый уровень кадровой работы. Если вы у нас уже учились, то приглашаю вас продолжить наше обучение. Ваше обучение. Также у нас есть разные форматы. Есть очная, есть очно-заочная. И есть такая форма обучения, как открытое обучение. Может быть, кто-то из вас уже с такой формой обучения сталкивался. Ну вот у нас даже есть слушатели, которым эта форма очень нравится, потому что можно в свободном режиме слушать самостоятельно. То есть два монитора самостоятельно слушать, задавать вопросы преподавателю. То есть кому-то, да, это очень нравится, данная форма. Что еще хотелось бы отметить по поводу комплексных программ. У нас кадровая работа в современной организации входит в 4 программы. Две из них это дипломные программы. Дипломная программа руководителя кадровой службы с созданием 1С это диплом. И также у нас есть диплом, это специалист по кадровому делу производства. Есть комплексные программы. Повышение квалификации это специалист по кадровому делу производства и специалист по кадрам. Если уже у нас проходили обучение там когда-то, и если прошло менее года, то вот эти вот все курсы можно зачистить. Ну и диплом, конечно, это лучше, да, чем, допустим, один уровень. Итак, уважаемые слушатели, теперь я готова ответить на ваши вопросы. Какие вопросы есть, задавайте. Так, вакцинация это добровольное желание людей. В постановлении нет такого, чтобы людей принуждали прививаться под угрозу войны. Ну, согласно с вами, да, там не идет речь о принуждении. И, собственно, все признают фактор добровольности. По поводу принуждения увольнения, это, так скажем, отдельная тема. Есть категории, так скажем, категории работников, которые обязаны проходить вакцинацию. У нас есть 157-й федеральный закон. Перечень этих профессий у нас определен постановлением правительства 825. Ну, например, учителя. То есть вопрос их вакцинации урегулирован на законодательном уровне. Но даже в 157-м федеральном законе сказано про добровольность вакцинации. Здесь возникает вопрос, как быть с теми, кто не хочет вакцинироваться. Ну, вот если это такая сфера, как образование, которое установлено на уровне законодательства Российской Федерации, то вот отказ от вакцинации является основанием для отстранения от работы. Ну и также отказ от вакцинации является основанием для отказа к приеме на работу. По поводу всех остальных работников, которые не входят в перечень, который утвержден постановлением правительства номер 825, это вопрос спорный. Поэтому, да, действительно, я считаю, преднуждать не нужно. И действительно, у нас сейчас буквально такой информационный прессинг идет на работу дателей, что необходимо всех сотрудников вакцинировать, иначе не всех 60%. Иначе мы вас закроем. Речь идет о закрытии... Речь идет о закрытии, о приостановке деятельности предприятия сроком на 90 дней. Поэтому, то есть правительство давит на работодателей, а работодатели, естественно, давят на работников. Ну, здесь я считаю, что нужно как-то договариваться, безусловно. То есть нужно договариваться и, с одной стороны, чтобы предприятие на 90 дней не закрыли, а с другой стороны, чтобы сотрудники потом не шли в суд с требованием установить их должность. Потому что такого основания, как отказ от вакцинации, у нас не является основанием для увольнения. То есть оно у нас, в трудовом кодексе, такое основание не предусмотрено. Так, обязан ли АКВЭД 68-20, простите, но я не знаю АКВЭД 68-20, если вы конкретно... А, это сдача в аренду помещений, вакцинировать 60%. Ну, вы знаете, в указе, в постановлении главного санитарного врача, откройте постановление главного санитарного врача, там такой сферы деятельности нет. Поэтому я так полагаю, что ваш АКВЭД, ну, под ваш АКВЭД, это не применяется. Ну, по крайней мере, я там такой сферы деятельности не видела. Коллеги, есть еще вопросы? Официальный отказ от вакцинации не поможет избежать штрафа. Смотрите, сейчас, вы знаете, вот вся политика, вот все, что сейчас происходит, рассчитано на что? На то, чтобы надавить и напугать. Ну, в смысле, почему? Ну, потому что вот вы написали официальный отказ от вакцинации. Следовательно, работодатель в соответствии с требованиями Роструда обязан вас отстранить от работы и без начисления заработной платы. Ну, по крайней мере, нам так сообщил Роструда. По поводу того, законно или нет, я считаю, что незаконно. Потому что в данном случае 76-я статья, она не попадает под указ мэра. Ну, вот вообще никак. Здесь мне задают вопрос, у нас могут закрытие оштрафовать? Могут. Следовательно, независимо от того, будут сотрудники отказываться письменно, либо устно. Это не поможет работодателю спастись от, так скажем, Роспотребнадзора. То есть они все равно будут устраивать рейды и будут выяснять, есть ли у вас 60% вакцинированных сотрудников или нет. И даже если работодатель будет показывать им вот эти вот официальные отказы, ну, вот представьте, вы ресторан, и у вас все сотрудники с отказом от вакцинации. Приходит Роспотребнадзор. Что он сделает с рестораном? Ну, будет у вас официальный отказ. Что он с рестораном сделает? В условиях эпидемии. Что он сделает? Он попросту его закроет. Поэтому не поможет. Это потом уже, да, руководство ресторана будет каким-то образом судиться с мэрией Москвы или с Роспотребнадзором. Но, сами понимаете, да, ситуация сейчас такая и очень сложная, именно в словами. Надеюсь, ответил на ваш вопрос, почему. Так, можно ли будет использовать старые бланки трудовых? Да, конечно, можно, Наталья. Их же никто не отменял. Они как были, так и есть. Здесь вот мне вопрос задают, зачем Минтрут утвердил новую трудовую книжку. Честно скажу, не знаю. Ну, вот, видимо, решили утвердить новую. А так, все предыдущие, все-все действует. Если у вас, допустим, остались старые, старенькие, серенькие 2004 года, то, в принципе, вы можете их использовать. Так, моя организация занимается торговлей. Но тогда ваша организация не попадает под указ мэра. Что тогда, Господи? Здесь вы, вот смотрите, вам надо открыть постановление главного санитарного врача. Речь идет только о тех сферах деятельности, которые имеют контакт с потребителями непосредственно. То есть это продукты питания, это рестораны, это многофункциональные центры, которые услуги оказывают населению, это фитнес-центры, это кинотеатры, то есть те, которые непосредственно контактируют с людьми. Если вы не контактируете с людьми, вот если у вас другая сфера деятельности, которая не попадает под постановление главного санитарного врача, а вы прицепились к сфере торговли, понятно. Я могу только посочувствовать, честно. То есть если, если да, там это есть, я просто не помню, как там звучит формулировка. Да, там сказано предприятие торговли, да, точно, там сказано предприятие торговли без уточнения розницы или опыта. То есть, по сути, если это предприятие торговли, то тогда да, тогда нужно подать отчет до 15 июля о том, что вакцинировали не менее 60% сотрудников. А вот остальные 40% это вот как раз те, кто, кого, например, вы можете перевести пока, да, пока вот сейчас вся эта суета вокруг эпидемии. То есть вы их можете, то есть Рострук нам допускает, дает право это делать, то есть вы можете их перевести на удаленный режим работы. А вот те, кто непосредственно контактирует, проверки будут, сразу говорю, да, то есть проверки будут. И по поводу законности всех этих указов, по поводу законности применения отстранения. Я уже, собственно, уже неоднократно говорила, что это как бы около закона, это не совсем законно. И мы еще столкнемся с судебными исками, все это еще будет, да, нам еще все предстоит пройти. Но сейчас задача предприятий, так сказать, не закрыться, потому что предписание, установка жесткая есть. Поэтому вот, собственно, я даже не могу, вот когда ко мне сейчас работодатели обращаются за советом, я не могу что-либо советовать. То есть я говорю, если так, то такие-то риски, если так, то риски могут быть такие. И рекомендую договариваться как-то с сотрудниками, потому что сейчас, ну, буквально мы все в одной лодке. И, то есть надо как-то из этой ситуации выходить, но вот, к сожалению, мы уже больше года находимся в таком антиправовом поле, я так вот сказала, на грани правового пола какого-то. Да, потому что что ни УПА, что ни постановление, то, конечно, это законное конституционное право. И, по сути, вот если мы возьмем глобально, на уровне правительства все это у нас провалилось. То есть нас хотели сделать эту вакцинацию на уровне Российской Федерации обязанностью, но через Госдуму этот законопроект не прошел, его развернули. Следовательно, все отдали, то есть решение проблем регионов возложили на глав регионов. То есть, ну вот вы, мэры и губернаторы, сами решаете вопрос эпидемии в своем регионе. Ну, естественно, главы регионов, а что им делать? Они переложили всю эту ответственность, обязанность на работодатели. Причем, ну, так скажем, переложили, а работодатели, естественно, руководители на сотрудников. И у нас вот сейчас буквально, что не новости, то миллион штраф заплатите, закроем вас на 90 суток. Ну, в общем, пугают со всех сторон. То есть, соответственно, руководство боится, давит на сотрудников, сотрудники в шоке. Ну, в общем, да, ситуация такая не очень хорошая. Уважаемые слушатели, может, еще какие-то вопросы? Уважаемые слушатели, тогда я благодарю вас за участие. Спасибо большое, что сегодня были с нами. Так, сейчас я тогда с вами прощаюсь. Всего доброго. До свидания.